МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три дня будут праздновать жители Республики Тыва наш замечательный праздник. Министерство общественной безопасности какие меры предпринимает, чтобы все было ровно, спокойно и безопасно? Здравствуйте. Министерство общественной безопасности – это органы исполнительной власти. И главной задачей нашего органа является координация деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и муниципальных властей и иных субъектов профилактики по обеспечению правопорядка период подготовки и проведения нашего свершенного национального праздника «Шага», куда ходит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения и защита законных и иных интересов наших граждан. Получается, что вы координирующий орган, и все, кто занимается общественной безопасностью, должны быть вам подконтрольны ГИБДД, общественные дежурные. Какие структуры? Расскажите, пожалуйста. Субъектами профилактики, то есть органами, которые будут задействованы в обеспечении общественного порядка, профилактики, правонарушений, являются в первую очередь правоохранительные органы, то есть Министерство внутренних дел по Республике Тыва, Управление войск национальной гвардии, то есть Грозгвардия по-простому, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть в структуре МВД, туда госинспекция безопасности дорожного движения. На уровне муниципальных властей имеются там муниципальные комиссии, и в каждом районе имеется заместитель, председатель администрации муниципального образования по профилактике правонарушений и безопасности. Допустим, в каждом кожуне будут проводить обряд Сан-Салыр, священный обряд Сан-Салыр. Как будет обеспечена безопасность? То есть это руководство на местах должно координировать? Во всех муниципальных образованиях и сельских поселениях, в кожунных центрах традиционно будет проводиться обряд Сан-Салыр. Обеспечение безопасности будет обеспечена, в первую очередь, руководством муниципального образования во взаимодействии с территориальными органами органов внутренних дел и иных органов, которые находятся в муниципальном образовании. А вот на вашей практике каким образом, допустим, проводится обряд Сан-Салыр? Там обязательно должны быть сотрудники полиции? Так, например, на примере города Козыла расскажу. У нас в городе Козыле установлено три объекта, три места, где будет проводиться обряд Сан-Салыр. Это традиционно у нас города Гэ. Дальше идет Кадарчэ, местечко, и у национального парка будет. На охрану общественного порядка во время проведения обряда Всего в городе Козыле будут задействованы 110 сотрудников, куда входят сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии, Госинспекция безопасности, Дорожное движение. Кроме того, по всей республике период приведения обрядов, всего празднования шага... Три дня вот, да? Да, три дня. Будут задействованы 97 добровольных народных дружин, куда входят 1324 дружинников. Вообще здорово. Получается, кроме сотрудников правоохранительных органов, общественный порядок будет обеспечивать еще наши добровольные народные дружины. А вот, допустим, за подростками какой-то будет особый пригляд? Инспекция по делам несовершеннолетних будет ли проводить свое какое-то мероприятие? У них есть отдельная программа по безопасности детей? Или она тоже входит в вашу общую программу? Чтобы дети не побежали, не ходили. У нас же все-таки есть комендантский час. В 10 часов дети должны быть дома. Дома, да. В дневное время, предусмотренные часы будут проводиться мероприятия для несовершеннолетних, дома культуры, образовательных учреждений. То есть школах, дома культуры. Школах, детских садах мероприятия уже начались, они проводятся. А вот во время проведения обряда Сан-Салыр взрослые населения. Мне кажется, это семейный праздник, он и есть семейный праздник. Здесь очень большая ответственность лежит, как мне кажется, на родителях, на родных, которые должны своих детей объединить этим праздником и не дать им идти куда-то не туда. Как вы считаете? Да, действительно. Самую важную роль, даже, можно сказать, не ключевую, а вот самую важную роль в воспитании ребенка несовершеннолетних играет родители, семья. Ну, то есть если ребенок вдруг попадется после комендантского часа, ведь это административное наказание для родителей и для ребенка, а это ведь плохо для его будущего, так сказать, портфолио. Да, так и есть. Для будущего, для его. Да, так и есть. При установлении несовершеннолетнего во время комендантского часа, в неустановленное время, без сопровождения законных представителей, родителей, сразу начинает работать комиссия Батилла, несовершеннолетник, и там последствия, конечно, будут. Ну, родители должны знать об этом, что административное наказание – это плохая вещь для будущего вашего ребенка. Херемелик Владимирович, а если посмотреть статистику прошлого года проведения шага, было что-то серьезное? Как вы отработали? Да, действительно. Шага у нас считается свершенным праздником. Свершенным праздником и считается у нас во время подготовки празднований, во время празднования нельзя употреблять спиртные напитки, нельзя совершать такие нехорошие поступки. Считается, что это будет увеличиться по сто раз, тысячу раз. Да, вот именно в шага твоя карма хуже будет. Да, несмотря на это, в прошлом году, в период празднования шага, было совершено одно убийство, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, пять гробежей. И также, что очень нехорошо, было совершено одно изнасилование несовершеннолетней. Это в прошлом году. И все эти правонарушения, то есть преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Вот то, что касается алкогольного опьянения, 12-го и в праздничные дни запрещена торговля алкогольными напитками. Какой контроль будет проходить? Будут ли проводиться какие-то рейды по магазинам, по барам, в которых разрешено? Или в праздничные дни даже в барах не будут продавать? Муниципальными правовыми актами установлено, что 12 февраля вводится запрет на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. То есть вводится запрет на продажу. А относительно барах, это регулировано законодательством, для них рекомендуется не продавать тоже. То есть рекомендуется? Рекомендуется, да. Ну и тут уже от людей зависит, как они. Контроль за соблюдением установленного запрета будет контролироваться со всеми субъектами профилактики, то есть правовыхранительным органам и сотрудниками органов исполнительной власти, то есть дружинниками добровольных народных дружин. На Ваш взгляд, Хемерик Владимирович, какие точки в городе Кызыле особо нуждаются в контроле? Где могут люди и алкоголь употреблять, и правонарушения совершать? Ну... Куда Вы направите более чёткий взгляд? Да. Места, так скажем, скопления, скопления наших граждан, людей, чтобы для приобретения спиртных напитков, это у нас является район базы, вот недавно тоже в Министерстве общественной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами установлены факты продажи в нарушении законодательства алкогольных содержащих продукции на территории оптовых баз. Вот туда будет уделено особое внимание и также территории дачного общества, левбережная дача, правбережная дача. То есть будут какие-то рейды организованы? Да, будут. Именно в праздничные дни или в один день? Нет, все праздничные дни будем работать в усиленном режиме. А то, что касается эпидемиологической ситуации, люди пойдут проводить обряд Сан-Салыр. Ограничения по коронавирусу у нас ещё не сняты. Как здесь нужно поступить? Нужно ли людям надевать маски, соблюдать дистанцию? Да. Хочу особо отметить. Несено изменение в указ главы республики Това, номер 76А, согласно которому на одного человека, там расчёт идёт 2,5 метра на одного человека. То есть соблюдение, так называемые, социальные дистанции, дистанцирование. И с учётом этой дистанции будут проводиться все мероприятия, все обряды, в том числе по информации Министерства спорта Республики Това, спортивные мероприятия. То есть борьба и хуречь, в честь празднования Шага тоже. Но зал будет наполняться с учётом этих ограничений. А по поводу ношения масок, постановление правительства ещё в силе, ношение масок обязательно. То есть маски нужно надевать? Да. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня в студию Тува-24. И я напоминаю, что у нас сегодня в студии был начальник отдела Министерства общественной безопасности Республики Тува Тюлюш Хемерек Владимирович. Я очень надеюсь, Хемерек Владимирович, что Шага у нас пройдёт дружно, безопасно и желательно в семейном кругу. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сограбля.